Всем привет, дамы и господа! С вами снова Александр. И сегодня у нас первый обзор в 2021 году. Кстати, хочу сразу поздравить вас с Новым годом, друзья. Я очень желаю, чтобы у нас у всех 20-й год останется где-то в прошлом, забыть его как страшный сон. И в 2021 году мы вернемся к обычной, нормальной человеческой жизни, с путешествиями, без ограничений, чтобы мы жили, как жили раньше. Я очень этого хочу пожелать. Ну, удачи, развития, здоровья всем. Ну, сегодня мы с вами изучаем колясочку от моего из... Один из любимых брендов. Это Baby Jogger. Колясочка у нас City Mini 2, самой последней версии. Предыдущая версия была тоже неплохой, но в ней были вопросы, которые многим не нравились. Все исправили. Как по мне, сейчас это одна из лучших универсальных колясочек для плохой дороги, для хорошей дороги, для, знаете, пересеченки. Я не говорю, что это лютый внедорожник. Нет, это обычная городская коляска, которая вас не подведет в парке, где-то на брусчатке и все такое. Спокойно везде и зимой она спокойно ездит. В двух словах технические характеристики. Год гарантии. Она не тяжелая. 10,2 килограмма. Для такого практически внедорожного варианта это небольшой вес, сразу говорю вам. Наклон спинки у нас от 120 до 170. С полугода до 4-5 лет приблизительно эта колясочка. Интересный момент, который учтите при покупке. 66 сантиметров колесная база. Не всем это подходит, поэтому имейте в виду. Но вишенка на торте 22 килограмма выдерживает коляска. Эта колясочка очень прочная. Сейчас большинство производителей идут к 22 килограммам, чтобы у нас был запас прочности. Начнем изучать сверху вниз. Ручка. Ручка у Baby Jogger, как и вообще подход в целом у этого бренда, сделана все на повышенный ресурс. Здесь резина. Это не кокожа, не губка, ничего. Это самый долговечный материал. Просто плотная резина. Резина нам дает хороший уверенный хват. Она не скользит, она не изнашивается, не лопается. Ничего с ней не происходит, как показывает практика. Хват классный, реально очень удобный. Из минусов, ручка никак не регулируется. Ни по наклону, ни по вылету, никак. Вот такая у нее высота. Точные характеристики с высотой ручки от пола и вся эта информация внизу в описании на магазин First Buggy. Прям вот ссылочка на эту колясочку там будет. Пройдите, характеристики почитайте. У меня же рост 186 сантиметров. Мне большинство ручек нормально подходит. Это потому что производители, где не регулируется ручка, делают высоту усредненную. Большинству роста среднего, чуть повыше, чуть ниже, она должна подходить. Поэтому с высотой ручки как-то по мне здесь все окей. Козырек здесь тоже очень такая сильная сторона. Он у нас из трех секций. Большой. Все материалы очень износостойкие. Вода отталкивающая. И реально вот она через 3-4 года выглядит так же. Ничего не происходит, не затирается. Реально вот с повышенным ресурсом здесь все сделано. Из интересных моментов. Здесь у нас два отсека смотровых окошка. Они нужны для того, что если мы, например, один закрываем, у нас все равно остается смотровое окошко. Это очень грамотное решение, которое почему-то никто толком не делает. В Baby Jogger с этим вообще в большинстве колясок все в порядке. И регулируется он тоже без трещотки, негромкий. Поэтому напрягать ребенка не будет. Что касается сидения. Что мне здесь очень нравится. Очень высокая спинка у сидения. Вот смотрите. Сейчас я ее все выдвину. Вот спинка здесь просто высоченная. Угол наклона более чем достаточно, чтобы ребенок сильно заварен назад не был. Что касается безопасности. Кстати, пятиточечные ремни с мягкими накладками везде. И в паховой зоне, и в плечевой. В общем, все окей. Бампер у нас регулируется вот так вот. Но как калиточка не откидывается. Он только снимается. Подножка регулируемая. Причем здесь не сбоку кнопочки. А чтобы здесь все было надежно, здесь вот такая вот металлическая скобка, которую мы защелкиваем. Все. И даже если ребенок на нее наступит, она не провалится, не сломается, ничего. Вот что касается запаса прочности, здесь все очень хорошо. Материал, кстати, очень легко поддается чистке. Просто водичкой, мыльцом, там раз-раз. И как новое. Так, что касается наклона, давайте сразу покажу. Здесь у нас регулируется все это с помощью ремешков. На спинке есть тоже кармашек с сеточкой. Если что. Так. Все, пожалуйста. Поднимаем. И вот наши 170, если память не изменяет градусов. Здесь было. Да, 170 градусов. Почти горизонтальная поверхность. Вот так хватает, чтобы ребенок нормально, комфортно спал. На спинке у нас здесь можно вот так вот открывать. Летом будет проветриваться такой своего рода микроклимат. Создаем для ребенка. В общем, с этим все хорошо. Обратно, естественно, также ремешки тянем. И все будет хорошо. Так, что касается рамы. Рама очень хорошо собрана. Вообще никаких претензий. Здесь очень толстые полностью трубки. Все крепления, все очень мощные. Здесь пластик заменен на металл. Я имею ввиду по креплениям. И тем самым у нас очень надежная конструкция получается. И я ее понажимал, поюзал как мог. Она вообще, в принципе, не трещит, не люфтит. Вот претензий у меня к ней нет. Единственное, что бы я исправил здесь. Это, видимо, для усиления. Вот эта трубка стоит. Но она затрудняет доступ в багажник. Сбоку, в принципе, добраться легче, чем сзади. Вот видите, все это отгибается. Нормально все можно положить. Но вот такой момент имейте в виду. Тормоз, кстати, здесь тоже очень удобный. Он очень легкий. Да, придется обратной стороной обуви отгибать. Но он легкий, поэтому навряд ли обувь повредите. Сзади амортизации нет. Имейте в виду. Амортизация есть только спиди. Смотрите. А сзади, к сожалению, ее нет. Но этого за глаза, чтобы плавность была нормальная. Что спереди самый основной вообще удар. Вот эта тряска, она от передних колес. Колеса здесь, кстати, у нас не резиновые. Легкий полиуретан спененный. И поэтому у нас такая легкая очень конструкция получается. Так, давайте же посмотрим на то, как она складывается. Потому что она прекрасно подходит для поездок. Вручную кладь, естественно, нет. Но для поездок, да. Здесь у нас есть ремешочек с цифркой 1-2. Сначала один тянем. Потом второй. Вот так она у нас складывается. Если снимем бампер, получается, что у нас вся конструкция будет меньше. Но вот как раз таки размер вот этого бампера. И поместится она в любой багажник, как мне кажется. Она плоская. Можно снять колеса, если где-то тесно. В общем, с транспортировкой, я думаю, этой коляски у вас проблем не будет. Собственно, все. Все, что хотел рассказать. Всю информацию я до вас донес. Подытожу. В двух словах мое мнение. Я повторюсь. Люблю бренд за его надежность и практичность. Не всем нравится эта коляска визуально. Она такая немножко грубовато, брутально. Многие хотят, чтобы все это выглядело аккуратнее. Но лично мне, это вообще по барабану, я люблю, чтобы удобно было для родителей. И все это легко чистилось, смылось. И в уходе она, чтобы была практичной. Момент только по багажнику, вот с этой стороны. И ширина колесной базы 66 см. Не в каждый лифт она войдет. Поэтому я вначале вас об этом предупредил. По всем же остальном, в премиальном, я считаю, Baby Jogger это уже крутой очень бренд. С таким именем серьезным. Это американцы, кстати. Ценник абсолютно адекватный. Опять же, по ссылке внизу на FirstBuggy пройдите, посмотрите. Если в обзоре понравилось, можете смело заказать. Можете приехать в магазин FirstBuggy. Тут 11 магазинов по России. Поэтому придите, посмотрите и убедитесь в словах, которые я сказал в этом обзоре. Ну а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора. Я думаю, вы и вот правильным и сделаете. Колясочки для вашего ребенка. И всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok